Это воскресные новости. Свободно, без цензуры о том, что на самом деле произошло за эти 7 дней. Меня зовут Илья Зайцев и мы начинаем. Начинаем со срочной новости. Чуть более час назад стало известно, что целый микрорайон Красноярска остался без отопления и горячей воды. Сейчас должно начаться заседание оперативного штаба, которые должны выяснить все подробности произошедшего. Напомним, что на улице существенно холодно. Прямо сейчас, в прямом эфире от администрации города Красноярска, моя коллега Василиса Лукашевич. Василиса, ждем подробностей. Да, сейчас мы находимся около мэрии. Как раз в городской администрации сейчас создан оперативный штаб, в который вошли чиновники городского управления хозяйства, а также глава города и коммунальщики. Проблема действительно серьезная, потому что весь микрорайон Солнечный остался без тепла и без горячей воды. Проблема произошла в связи с порывом трубы. И одна котельная, насколько нам сейчас в этой минуте известно, которая отапливает весь микрорайон Солнечный. И сейчас тепло-то постепенно исчезает. Наверное, начиная где-то с обеда. Нам начали звонить люди. И сейчас сообщают жители Красноярска, микрорайон Солнечный, что у них в квартирах 16-19 градусов. Люди сидят в шубах и даже не знают, может быть, уже стоит куда-то ехать к знакомым, если есть родственникам, друзьям, другие районы города, где тепло есть. Пока как развиваться будет ситуация, мы не знаем. Сейчас оперативный штаб создается. В течение 30 минут эти чиновники и глава города, и коммунальщики, они выйдут как раз на котельную, где поймут, каковы масштабы трагедии, так скажем. Известно сейчас к этой минуте, что участок, где произошел серьезный порыв, принадлежит региональной тепловой компании. И вот что нам рассказал буквально 40 минут назад по телефону глава департамента горского хозяйства Игорь Петрович Итинков. Собирается штаб и решаем, каким образом порыв теплопровода, который относится к региональной тепловой компании. Сейчас разбираемся. Наша задача, чтобы тепло пошло в солнечный. Сегодня у нас 6,2, давление упало на 1,6 атмосфер. Поэтому, конечно, сейчас главная задача быстро, оперативно эту ситуацию решить. И, конечно, главная проблема в таких случаях, это, так скажем, коммуникация, какое-то общение. Потому что люди звонят в службу 205, служба не справляется вот в этот момент критически, не может всем людям ответить, что происходит. Люди звонят нам и даже спрашивают, что сейчас делать. Дело в том, что на улице, вот в центре города, минус 25, метель, холодно. Наверняка в солнечном еще холоднее, и квартиры очень быстро выстывают, батареи совершенно холодные, говорят жители. Мы обязательно включимся в прямом эфире в 23.00, не пропустите. Илья, к этой минуте у меня все. Спасибо большое. Это была моя коллега Василиса Лукашевич, которая сейчас работает возле администрации города. Как она уже сказала, в 23.00 прямое включение от котельных, где должны, будем надеяться, к тому моменту устранить причины аварии. Как мне подсказывает режиссер, как сообщают телезрители, частично в некоторых квартирах трубы начинают издавать какие-то звуки, что, в общем, позволяет надеяться, что отопление совсем скоро вернется. Напомню, что в Красноярске далеко не лето. Мы продолжаем следить за развитием событий. В 23.00 продолжим.